Листы и корни. Один из предшественников Ивана Андреевича Крылова, известный в свое время писатель Муравьев, написал басню «Верхушка и корень». Под верхушкой он подразумевал правительство, а под корнем – простой народ. Однажды корень, недовольный своей жалкой участью, взбунтовался и перестал кормить, поить и на себе носить верхушку. Результат оказался плачевным. Приблекло деревца, свернулись ветки вдруг, и, наконец, верхушка – бух, и корень мой с тех пор стал превращен в колоду. Процветание общества и государства зависит, по мнению Муравьева, от верхушки, а бунт корней только подрывает прочность государства. Крылов тоже задумывался над теми же проблемами русской жизни и всякого общества и государства. Он нисколько не спорит с Муравьевым по поводу того, что каждое сословие должно выполнять свойственную ему работу. Он не возражает и против того, какое место занимают дворяне и простой народ. Он согласен, что дворянам принадлежит важная роль государстве и обществе, роль управителей, должных вести государство, к благополучию и процветанию. Поэтому он не осуждает листы за то, что они красивы, пышны и величавы. Корни у Крылова не бунтуют против листов. Напротив, они говорят им «красуйтесь в добрый час». Но корни осуждают листы за хвастовство и надменность за то, что они не ценят их тяжелый труд. Процветание государства и общества зависит в басне Крылова не только от листов, как у Муравьева, а и от корней, которые, роясь в темноте, питают вознесшихся над ними. Мысль Крылова ясна. Если дерево обозначает целое государство, то важны все его части. Забвение невидимых корней пагубно для государства и общества. Крылов выступает против всяких крайностей. Ему одинаково дороги и листы, и корни. Но он решительно осуждает спесь и похвальство листов, которые только себе приписывают деятельность, полезную для государства и общества.